Добрый день! В эфире Делового ТВ программа «Деловые люди». Сегодня наша программа посвящена проблемам туристического рынка. В студии Делового ТВ исполнительный директор Российского Союза туриндустрии Татьяна Гаврилова и исполнительный директор туристической компании «Уринка» Евгений Максимов. Спасибо, что пришли в студию Делового ТВ. Начало этого года было ознаменовано двумя большими скандалами на туристическом рынке. Во-первых, мы все знаем печальную историю компании «Ланта Тур», которая фактически оставила своих туристов за границей, и петербургский магазин «Хороших путевок», который фактически исчез. Компания закрылась, люди сейчас судятся, суд идет, фактически никаких решений еще не вынесено. Татьяна, скажите, пожалуйста, откуда вообще возникают горящие путевки? Вот так ли нужны туристическим компаниям некие посредники, агенты, которые будут продавать эти горящие путевки? Ну, посредники, агенты и наличие или отсутствие горящих путевок – это две вещи не связаны. Потому что система работающих турагентов всегда была, и это и при нормально развивающемся рынке, это еще один магазин, точка продажи. Это хорошо, если профессиональный оператор, если нормально работает объект. Горящие путевки – вещь двоякая. Может быть, горящая путевка как маркетинговый ход, совершенно спокойно, и надо просто вот эту точечку, нюанс разницы, успеть отловить. И бывает, когда вот сгорает. Я могу рассказать свое видение вот этой проблемы. Другое дело, что может со мной коллега не согласиться. То есть ситуация какая? Когда туроператор приобретает блок мест, он берет обязательство и подписывает договор с авиакомпанией о том, что некую частоту раз в 10 дней, раз в неделю он будет загружать количество кресел, условно говоря, 10 мест. При этом чаще всего он подписывает договор таким образом, что два последних или один последний рейс он проплачивает в качестве депозита в эту компанию. Таким образом у него сразу как бы из оборота изымается некая сумма денег. Давайте так, чтобы было считать удобно. К примеру, 10 кресел, каждое место стоит 180 долларов, 1800 как бы лежит в депозите у компании. Вы начинаете продавать. И при продажах вы понимаете, что у вас полетели пустые кресла, опять полетели пустые кресла. И вот должен тот, кто продает, очень четко просчитать, когда будет пройдена точка возврата. Тут жадность мочит почему? Потому что если вы расторгаете с авиакомпанией этот договор свой, говорите нет, я не могу реально продавать, вот я посмотрел, понял, не продается у меня. Я ухожу с вашего рынка, ваш депозит остается у авиакомпании. То есть вы сразу теряете тут 1800 условных денег. Но надо посчитать, что жальче 1800 или каждую неделю по 1800. Но чаще всего получается, что турферма до последнего надеется, что она продажет, что вот этот рейс такой плохой, дальше лучше. Она в этот момент берет кредит в банке, условно говоря, под большие проценты, в расчете на то, что она вот это, и все, покатился ком. И если эту точку пропустил, вот как-то вот не было у тебя это на картинке, на графике, то все, вот вам банкротство и крах. Ну это такой короткий путь, очень грубая такая, такой рисуночек, но вот от чего это бывает. И тогда вот, когда вот этот момент еще не хочет уходить с рынка фирма, и ищет повод продать, и она думает, ну я хоть продам за стоимость билетов, или наоборот, то есть только за стоимость наземного обслуживания, и тогда билеты у меня как бы пройдут. Вот и получается, что получился тур по цене билета, или если очень хочется продать по цене половины билета, вот вам и скидки. Вот идеология этого процесса. На мой взгляд. Вы сами сталкивались с такой ситуацией? Каждый день. Не, но с точки зрения продажи тура, или как горячие путевки, то я согласен с коллегой, что каждый оператор должен ощущать вот эту точку безубыточности, что не происходит просто продажа воздуха, когда ты несешь затраты, и при этом ты генерируешь-генерируешь расходы, но не покрываешь их выручкой или доходами. Поэтому, когда оператор действительно подписывает какую-либо программу, он берет на себя обязательства по этой программе. И, к сожалению, еще помимо самолета, помимо блока мест, в частности происходит такая ситуация, что берут места и в гостиницах, и проплачивают их на весь сезон, проплачивают депозиты партнеру на, например, на какое-то количество ночей, по какому-то количеству комнат. И получается, что оператору, помимо того, что у него есть депозит на перевозке, есть еще депозит у партнера на приеме. И чаще всего вот этот риск или желание игрока, если он видит, что операции явно не плюсуют и не приносят какой-то доход, он не может так легко уйти, потому что у него там потеряется фактически 30% от всей потенциальной выручки вот этого будущего сезона по этому направлению. Поэтому горящие путевки, поэтому возникает, что им не уйти так легко уже с этого блока мест, потому что проплачен перелет, отель, фактически вся себестоимость уже частично там на 40% профинансирована за счет кредита, либо за счет собственных средств. И тут уже начинаются внутренние какие-то течения, что если это кредит, то оператор, возникает еще второй момент сейчас, раннее бронирование. Если он видит, что у него идет реализация ниже, цена ниже, чем себестоимость или близка к ней, то начинается процесс, когда раннее бронирование, начинает брать деньги из других путевок, чтобы погасить обязательства по текущим вылетам. То есть уже разрыв получается в деньгах или в движении денежных средств, и начинается перезанимание уже, чтобы отдать банку деньги, перезанимание у будущих клиентов, которые будут лететь через месяц, через два, и вот отсюда возникает и увеличивается этот мыльный пузырь. Если это собственные средства, то в данном случае компания всегда легче принять такое решение, то есть у нее есть свой личный карман, и оно принимает для себя решение, устраивает ли меня такая доходность бизнеса или нет. Если не устраивает, я ухожу. Если это кредитная ситуация, то это все намного сложнее. А скажите, пожалуйста, какой размер скидки может быть при продаже горящей путевки? Знаете, очень многие наши читатели говорят о том, что им известны случаи, когда в последние дни, буквально за день до вылета, санатура стоимость путевки падала на 30%, на 40%. Сколько все-таки может составлять размер такой скидки, если мы говорим о горячей путевке и продаже день-два до вылета? Опять же вопрос, наверное, опять в математику нас столкнет, потому что есть калькуляция, способ расчета стоимости. И опять же, о горящей путевке какой мы говорим? До какого уровня можно сбросить цену, чтобы все-таки в себестоимость вписаться, чтобы не было убытка, то есть хотя бы по нулям выйти? Это один вариант. Если хоть что-нибудь сохранить, то это второй вариант. И если вообще хоть какой-то приход получить, это уже третий вариант. Я опять же так легко говорю, потому что когда-то сама через это все прошла, я продавала по цене билета. Вот ниже уже этого я не падала. То есть если я продаю по цене билета, я могу еще какое-то время, вот четко следя, у меня график на стене висел, я каждое утро начинала с внимательного взгляда туда, что у меня там. Ну, то есть в принципе, если мы говорим, допустим, о марже, о маржинальности, то, наверное, при самых хороших раскладах, ну тут я как бы не буду, но 30% это предел, скидка в 30%, это вот дальше уже просто не о чем говорить. И это еще очень хорошее должно быть направление, чтобы там были хорошие договора, везде и хороший договор с перевозкой. Ну вот 30% это я уже, ну как бы и так прибавила немножко. Евгения, вы согласны с такой цифрой? Ну, скидка, цена, здесь еще включается сам по себе туристический продукт, вот в моем понимании это как можно аналогию провести с фермой, которая производит молоко. И молоко, оно имеет определенный срок годности. И если, например, а при этом мощности этой фермы, они постоянны. Но получается, если они в какой-то момент, спрос упал, и оно все равно произвело этот объем молока, то в данном случае цена, им важно будет сбыть это по любой цене или там по определенной цене, чтобы хотя бы покрыть какие-то свои косвенные издержки, прямые издержки. Поэтому цена, по которой реализуется тур на ту или иную дату, или на ту и иную направление, оно диктуется рынком. Оно зависит от того, сколько на данный момент игроков горят по этому направлению на эту дату. И получается, возникает ценовая какая-то война между ними, потому что фактически есть 10 человек, которые хотят поехать в Египет на определенную дату. А на данный момент непроданных мест среди операторов текущего региона 50 мест. Вот кто первый продаст эти 10 мест, фактически тот и получит этот приток денег, закроет свои какие-то издержки при определенном уровне и закроет финансовый результат. Все остальные останутся ни с чем. Поэтому фактически скидка, по которой может продаваться тур, наверное, я согласен, что она не доходит до 50%, она действительно доходит до 30-40%. Но цена реализации, размер скидки очень сильно зависит от текущей конъюнктуры. Сколько клиентов на эту дату, сколько игроков других не продали свои места, и в любом случае они попытаются это сделать, и будет между ними вот этот, если не демпинг, то попытка взаимного снижения цен, пока клиент не купит этот товар или эту услугу. А как вообще выбрать туроператора, который не обманет? Вы знаете, у нас очень показательный пример лантотура. Ну, фактически туроператор федерального масштаба. В итоге туристы остаются ни с чем. Мы звонили, я помню, консулу в Таиланд, который честно рассказывал о том, что туристов, клиентов лантотура там фактически грабили даже гиды этой компании. Брали деньги и исчезали. Все, люди остаются без денег на поездку, без денег на гостиницу. Ну, знаете, здесь мы как бы из плоскости одних проблем турбизнеса переходим в плоскость большого количества других проблем. Потому что даже если вернуться к предыдущим примерам, а почему такие договора с авиаперевозчиком? А почему такие договора с местом с наземным обслуживанием? А почему такое отношение к нашим туристам за рубежом? А почему такая поддержка наших консульских служб нашим туристам за рубежом? Вот эти почему, если на них отвечать и пытаться их разрулить, то, наверное, нашим туристам и туротрасли в целом, да и вообще жизни в Российской Федерации, будет дан очень серьезный толчок вперед. Мне так кажется. Ну, здесь в данном случае нужно ответить на вопрос, по каким принципам нужно оценивать надежность оператора? Да, совершенно верно. Ну, мне кажется, что клиент меряет или оценивает надежность того или иного оператора по его известности на рынке и по его сроку работы на этом рынке, как давно он находится. Потому что в нашей стране информация все-таки обрывочная и закрытая, потому что нельзя увидеть, какое финансовое состояние этой компании. Потому что если мы все-таки взглянем больше в Европу, то там большинство компаний, они публичные. Фактически они там могут торговаться на бирже, они могут показывать финансовый результат, свои текущие обязательства, активы. То в нашем случае эта информация чаще всего закрытая. И получается, люди только руководствуются какими-то общими принципами, что кто-то из моих знакомых ездил туда, и он остался доволен. Компания известна и рекламируется на телевидении. Соответственно, у нее есть деньги, и она большая, соответственно, более-менее надежная. И третья, сколько она лет работает на рынке. То есть мне кажется, что со стороны клиента они вот больше смотрят на эти факты, потому что других-то, собственно, и нет. Есть еще, я добавлю, да, реестр федеральный туроператоров. Но это как обязательно. Да, ну как минимум. Если есть, то значит хорошо, по крайней мере, в нашем в русле, в правовом работает. Есть добровольный реестр турагентов, если это агентская компания. Есть такое понятие, как с Рафана Радио, вы об этом сказали. Но есть еще собственная способность мозга, которая называется аналитический взгляд на то, что ты видишь в прессе. То есть если вы видите, что эта компания постоянно продает горящие туры, я бы уже задумалась. То есть у компании не все ровно, не все хорошо. То есть надо смотреть, как она рекламируется. Вот тот же магазин хороших путевок, в какой-то момент у него реклама на его сайте была в стихах. Я когда это увидела, я сказала, что ребятам совсем похоже делать нечего. То есть никто там уже не работает. Когда ты работаешь по-настоящему и продаешь туры, готовишь это, тебе стихи писать как бы ни к чему. Ну я согласен, что действительно она еще уровнем, если компания продает слишком дешево, то это уже должно заставить задуматься покупателя, ну как бесплатный сыр, он только в мышеловке бывает. Поэтому если это слишком дешево, то это и странно. Значит возможно компания просто пытается поймать какой-то объем денег, для того, чтобы закрыть какую-то очередную дыру и прожить до какого-нибудь будущего, счастливого будущего, что там вдруг начнется август и все будет продаваться в плюс, и мы помимо закрытых дыр получим еще и плюс. Знаете, у нас с вами получалась в этой программе достаточно интересная беседа, и вот в завершении хочется задать вам достаточно такой острый вопрос. Скажите, пожалуйста, вот туристический рынок, я имею в виду российские туристические компании, выживут ли они в ближайшие годы? У нас, знаете, вот еще раз, все-таки начало года сразу две компании, фактически становятся банкротами. Есть компании, которые отказываются от российских офисов и начинают обслуживать клиентов только за рубежом, с вылетами из близлежащих стран. Знаете, у нас уже Лопинранд называют, Пулково-3, если ошибаюсь, или Пулково-4. Вот люди туда уже целенаправленно едут и оттуда вылетают. Наши туристические компании, они выживут или нет? Я думаю, выживут, невозможно целую отрасль утопить, и она не сможет утонуть. Отрасль выжила в те годы, когда ею не то что не занимались, а ее даже целенаправленно как бы не видели как отрасль. И она, тем не менее, выжила не благодаря вопреки. А сейчас, когда есть шансы на то, что все-таки кто-то будет решать системные вопросы, все-таки на таком высоком уровне заговорили о том, что надо порядок навести, ну, по крайней мере, может быть, я оптимистка, но мне кажется, что есть шансы на выживание. И тут единственное, мне кажется, что должно быть, компании должны очень серьезно пересмотреть свое отношение к бизнесу, потому что одно дело, у нас целая плеяда молодых менеджеров выросла на восходящем рынке. Это один способ работы. А сейчас рынок схлопывается, он не упадет в ноль, потому что люди все равно будут отдыхать. Но это совсем другой принцип работы, это другой тренд, это другое умение работать, умение работать с людьми, другой способ подачи. И если они увидят это, подхватят это, переориентируют, переучатся, может быть, повысят свою компенсацию, тогда все может устоять. И на Западе еще хочу сказать, вот сейчас вернулись основная наша масса с выставки в Берлине, вот такого гнетущего и немножко подавленного состояния в сфере туризма, кроме как у российских операторов нет ни у кого. Не, ну в Европе тоже не все. Но тем не менее, они так на выставке держатся. У них есть Коста Конкорде, она... Вывезет, да. Ну что ж, мне остается только поблагодарить гостей нашей студии. Сегодня в студии Делового ТВ был исполнительный директор Российского Союза Туриндустрии Татьяна Гаврилова и исполнительный директор туристической компании Уринка Евгений Максимов. Спасибо, что были в нашей программе. Всего доброго, будем отдыхать.